Добрый вечер. Следующая страница нашего тележурнала предлагает вам познакомиться с сельскохозяйственным производственным кооперативом «Лексион». Николай Васильевич, добрый день. Сегодня я хотел бы задать вам пару вопросов о кооперативе «Лексион», сотрудничающем с Ассоциацией христианских и фермерских хозяйств нашего района. Какие конкретно выполняет функции эта организация в плане сотрудничества и, может быть, свои какие-то, еще отдельно, если взять их деятельность. Ну, вот ваше видение и, может быть, что предполагается на будущий год в развитии этих отношений. Хорошо. Ну, я начну, наверное, чуть раньше с истории создания кооператива. В 2005 году был объявлен национальный проект развития АПК и поддержка малых форм хозяйственных сельскохозяйственных фермерских организаций. И этим нацпроектом предусматривалось создание кооперативов различного направления, перерабатывающих, обслуживающих таких, как «Лексион», кредитных кооперативов. Вот в рамках нацпроекта при содействии районной АКОР фермеры наши, матрикурганские, собирались, обсуждали и приняли решение, что да, нам нужен кооператив. Вот он у нас, как обслуживающий, в плане, как он, помощь в приобретении минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семян. А также планировали приобретение техники для совместного использования при обработке. Особенно это актуально для небольших фермерских хозяйств, у которых нет, допустим, комбайна, нет мощного трактора или другого. Вот в связи с этим мы тогда приняли решение учредить такой кооператив. В 2007 году он был зарегистрирован. Ну, за это время, в общем-то, он проделал немалую работу, вот в тех направлениях, о которых я говорил. И вот семена, удобрения, все равно это такая форма помощи, когда у фермера нет денег. Через кооператив уже они могли взять, весной отработать, и потом по осени, получив урожай, получив деньги, рассчитаться с кооперативом. Это, в общем-то, довольно удобно. При этом мы старались минимизировать те же наценки, для того, чтобы это не было существенной нагрузкой для фермеров. Ну и в 2014 году кооператив участвовал в областной программе, которая предусматривала субсидирование части затрат на приобретение техники. Мы приобрели весы электронные, протравливатель семян, прицеп для автомобиля КАМАЗ «Перспектива», чтобы потом приобрести еще КАМАЗ. И что еще? А, каток прикатывающий импортного производства, ну, тоже такой, который необходим для соблюдения определенных агротехнологий. Это около 2 миллионов рублей затратили, то есть это были собраны, копирированы средства фермерских организаций. И вот сейчас, ну, в перспективе посмотрим, как будет складываться дальше. Все-таки речь стоит и о комбайне в программе, и о автомобиле, и есть другая еще техника, которая необходима. Председателем правления кооператива был избран, вот на протяжении всего этого времени, является Исюнов Юрий Ильич. Да, у него крупное фермерское хозяйство, но, тем не менее, он сам участвует в работе кооператива. Не только берет средства, но он заинтересован в том, чтобы малые фермеры, небольшие фермерские хозяйства получали такую поддержку. Кооператив был образован в 2006 году, свою, как бы, деятельность полноценную началась с 2007 года. То есть, основной целью деятельности является это оказание услуг своим членам, то есть, по приобретению оборотных средств. Это, как бы, первоначальное. Сейчас еще кооператив оказывает сервисные услуги, также своим членам. Это у нас обработка почвы может быть, уборка, перевозка зерна, то есть, сельхозпродукции. А транспорт свой есть какой-то? И есть в 2014 году у нас было приобретено пока еще прицеп. Ну, мы можем арендовать, как бы, машину, да. Есть таток, есть протравливатель семян, есть весы. Это все приобретено на фатерапис. Ну, следует сказать, что мы планомерно наращиваем обороты. Ну, не сильно, конечно, но потихонечку, потихонечку, потихонечку. Сервисным обслуживанием, мы же, говорим, мы начали заниматься с 2014 года. Ну, тут пока по плану в течение пяти лет планируется наращивание. Все это, опять же, связано с поддержкой государства. То есть, выделяются субсидии на это. Параллельно, конечно, мы приобретаем, берем сначала кредит в банке, то есть, на приобретение оборотных средств дошельщих. То есть, мы закупаем ГСМ, удобрения, семена, средства защиты растений и передаем их, соответственно, своим членам. То есть, мы, как бы, вот, есть, тут не стоит путать, есть, как бы, кредитные кооперативы, они дают именно деньги. Мы даем товарную продукцию. То есть, мы деньги не даем. Вот, как вот таковые, то есть, мы его тут передали, вот, приобрели, то есть, опять же, но принцип, в принципе, как бы, тот же самый. То есть, в конце, потом, они нам отдают деньгами, то есть, то, что должны, как бы, вот, за эту продукцию. Само собой, как бы, с маржой кооперативов. Какие, как бы, ну, плюсы и минусы? Ну, минус такой, как бы, тут один, единственное, это дороже, конечно, чем в банках будет на определенный процент. Там на 10, на 15 процентов, да, дороже. Но, это плюс в том, что это удобно для самих членов. То есть, это, во-первых, удобно для мелких. То есть, они не бегут в банк. То есть, у многих нет залога. А если он и есть, то, ну, какая-то собственная, ну, скажем так, для банка не ликвидная эта техника, которая старая, то есть, и многие, как бы, у нас, когда мы начинали, ну, фермеры выходили с колхозов, брали трактора старые, которые уже списанные давно были, как бы, им уже по 20, по 25 лет. И они, в основном, они хорошие, все, они работают. Ну, они, ну, сами понимаете, для банка, да, для банка это абсолютно, они их, и все. И все, и поэтому многим, как бы, неудобно. Но это больше мелким. И поэтому они приходят к нам, опять же, что у нас минимальный, они, минимальный пакет, они ничего не... Мы составляем договор, подписываем его, то есть, на определенных условиях, и все. Он буквально в течение двух-трех дней все получает, что ему надо, и все. И, ну, как бы, у него не болит голову. Вот это вот, в этом плане это очень удобно. То есть, и многих это устраивает. За это готовы, за это готовы платить больше, Ну, зато это, как бы, я же говорю, это более удобно. Ну, сейчас 58 членов кооператива у нас. Лексикон в этом году получил медаль ВДНХ на выставке «Золотая осень» в Москве как лучший сельскохозяйственный производственный кооператив. 6 января в спортивном зале первой школы Матвеева Кургана прошел очередной турнир, посвященный памяти трагически погибшего фермера Владимира Ивановича Федоренко. Турнир был хорошо организован, прошел при большом количестве зрителей и принес следующий результат. В финале «Олимп» из Политогельского обыграл «Тэм» из Матвеева Кургана. А в матче за третье место таганрухская команда «Три богатыря» была сильнее команды из Новониколаевки. Все призеры соревнований получили в качестве призов денежные премии, которые обеспечили организаторы турнира районная ассоциация «Оккор». Общество с ограниченной ответственностью «Дина» и общество с ограниченной ответственностью «Олимп». На сегодня это все. Желаем вам в новом году хорошей погоды и успехов в вашем нелегком труде.